И всем привет, дорогие друзья, с вами Соли, добро пожаловать на новый видосик, и я хочу это сделать экспериментальным видео по игре, которую, скорее всего, вы даже не знаете. Но я хочу из этого сделать летсплей. Помните город из СССР? Я хочу сделать что-то подобного. И я хочу повторить это, и хочу создать в этой игре советский сервис. Так что досматривайте видосик до конца, и в комментариях напишите, хотите ли вы продолжение или нет, а мы переходим к рекламе. А сегодня я хочу вам порекомендовать канал MrCocosFeed. На данном канале вы можете найти весьма интересный контент, который он делает с большим качеством. Судя по виду, с каждым своим видеороликом он пытается улучшить качество и свои навыки. Так что можно заметить очень хорошую разницу между старыми видеороликами и новыми. А также он занимается анимациями, простыми видео по созданию механизмов и много чего интересного. Так что не поленитесь, перейдите на канал и давайте поднимем его активность, ведь человек правда старается, мне правда канал понравился. Если что, ссылочка в описании, а мы переходим к видео. Итак, RimWorld. Игра про какой-то пипец в будущем на какой-то уже колонизированной планете. Ну что ж, выберем какой-либо сценарий. У нас есть 4 вида сценария, это аварийная посадка, стандартное потерянное племя, богатый исследователь и полный пипец. Потому что это именно так и должно называться. Я решил сделать игру чуть сложнее, чем я обычно играю. Во-первых, выбрал неприкрытая жестокость. Это, считайте, где-то чуть больше середины. Далее я выбрал ответственный режим, то есть я не смогу сохраняться, прям не смогу сохраняться именно во время игры. Я могу выходить и автоматически сохраняться, но во время игры загружаться именно в этот момент я не могу. Для меня это хардкорно. Кстати, я выбрал рассказчика Фиби. Это что-то вводе вида игры. Фиби это означает то, что перерывы между нападениями будут побольше, ну и они будут посложнее. Так, создаем нашу коммунистическую идеологию. Для начала мы выберем идею коллективизма. Далее мы выберем идею трансгуманиста. То есть мы больше по технологиям. И у нас будет такая роль как инженер и ученый. Ну а также люди вот захотят себе импланты делать, но это уже не важно. Еще выбираем две фишки, которые никак не влияют. Ну а теперь немного сеттинг нашей идеологии. О, идеально. Так, всякую остальную фигню мы убираем. Это убираем. Эм, да, убираем, убираем. И на всякий сохраняем тип нашей идеологии. По-быстрому выбираем поселенцев. И понимаем то, что нужно все начинать заново. А собственно почему? А потому что я не установил нужные праздники. Как вам объяснить? Праздники это дело офигенное. Праздники могут как поднять настроение, так и дать определенные бонусы в зависимости от своей идеологии, которую вы выбьете, а точнее настроите что-то с праздниками. И нам нужно развивать наше общество, а точнее его увеличивать в количестве. Да и тем более есть причина. Соседи увидев наше превосходство в коммунистической идеологии примкнут к нам и последователей коммунистов станет больше. Так, и вот наше начало. Познакомьтесь. Дмитрий, Маша, Тим, Джасмин и Церкус. Ну что ж, наш мир неплохой. Есть плодородные зоны, есть полезные ископаемые сверху. Ну, кстати, в самом начале у нас по центру есть небольшие каменные ограды, так скажем. Это хорошо будет для обороны. С самого начала мы обозначаем поле, где у нас будут посевы картофеля. Чтобы, так скажем, дать почтение белорусам, что у нас картофан, все-таки бульба будет, а не какой-то рис. Так что нам нужно сразу же его поставить, потому что бульба выращивается, ну, не сказать, что быстро. И было бы неплохо в самом начале провести праздник. Праздник того, что мы тут появились, так скажем. Вдобавок даст неплохое такое настроение и возможность того, что у нас будет новый житель. Ммм, бонус к настроению? Ну, это хорошо, конечно. Жалко то, что наше население не увеличилось. Ну ладно, как-нибудь потом. Так, теперь мы распределяем роли. По сути, нам нужно только две роли. Это, собственно, Лидия, у которого будет большой новок общения, чтобы он поднимал дух наших поселенцев. А также нам нужно что-то вроде пропагандиста, который будет пропагандировать нашу идеологию, чтобы еще бы немало больше видеть. Боже, идеально. Вторик. Нет, надо еще больше вторк. Дом из говна и палок готов? Ну, точнее, еще не готов. О, а вот теперь готов. По сути, ничего интересного не происходило. Каждый раз поделился по своей работе, по своей специализации. То есть, кто-то был поваром, кто-то просто убирался из-за того, что ему делать не нефига. Кто-то засеивал картофель, кто-то, я не знаю, копал руды, короче. Короче, с каждого по способностям, к каждому по потребностям. Кстати, можно произнести речь. Это, во-первых, улучшит настроение с определенным шансом. А с другим, если это настроение-то и будет хорошее, то есть речь будет годной, то у всех поселенцев будет более положительное мнение о Лидии. А это означает то, что они могут лучше дружить, что означает то, что они могут друг друга не оскорблять и, так скажем, не понижать друг другу настроение. Что нам не надо. Нам надо, чтобы все были счастливы. А, кстати, я узнал то, что наш лидер весьма странная личность. То есть он одновременно трезвенник и одновременно пьет и любит побухать, чтобы быть потом пьяным. То есть, прикиньте такую ситуацию. Ваш друг говорит то, что он не будет никогда, в общем, пить и грыть. То, что он трезвенник, он за ЗОЖ и лучше всего спорт и так далее. А потом на следующий день оказывается то, что он набухался. Идея нам нет. Но самое печальное, что именно из-за этого к нему пропадает настроение. Ой, то есть не настроение к нему, так скажем, отношение меняется в более плохую сторону. Из-за чего с ним менее хотят дружить. Ну, вы понимаете, почему? Ну что ж, подтакуем. Офигенные торговли. За, получается, лекарственные травы мы получаем пивко. Идеально. Так, знаете, у нас научные места почему-то на улице стоят. Так что стоит построить хоть какое-то помещение научного лаборатория-производственные нужды для нашего народа. Прощаговая фабрику-научная станция одновременно. Ну что ж, новые дни. Новая работа, музыка, которую вы слышите на фоне, так и называется «Новый день». И, в общем, продолжаем нашу игру. Ну, просто для понимания то, что первым между съемками этими и прошедшими был целый день. Так что это считайте внутренние съемочные моменты прям «Новый день». Итак, первое нападение на нас. Это означает то, что у нас будет новый пленник. Ну, а то есть «Новый пленник» — это новый будущий поселенец. Так, ну и последние новости. У нас изобрели мебель, так что будем делать первое филе для наших людей. А то они спят на полу, а не совсем, так скажем, приятно. Ну что ж, первые хрущевки готовы. И давайте на этом заканчиваем сею, потому что материала, конечно, еще осталось. Еще примерно полтора часа. Но я не вижу смысла растягивать эту же сею, потому что эта сея была что-то вроде бета-теста. Может, вам понравится, может, вам не понравится. Вы, кстати, не забудьте про это сказать, вам понравилась сея или нет. Можно ли снимать, или нельзя снимать. Все зависит от вашего мнения. Ну а так, игра кайфовая. Можно просто наблюдать за строительством твоего поселения, как оно развивается, ну и так далее. Так что я надеюсь, вам оно понравилось. А также большое вам спасибо за просмотр. И кто досмотрел до этого момента, вам большое спасибо и большая благодарность. Если вы это слышите, то, пожалуйста, напишите. Давайте цифру 668. Ну что ж, посмотрим, сколько людей дошло до конца.